Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы можно назвать уникальной и очень сложной. Зачастую им приходится работать в трудных условиях, в любую погоду и в любое время суток. Это связано с особенностями их деятельности, ведь они первыми выезжают на место происшествия вместе с оперативниками. Непосредственно с этим чемоданом каждый раз выезжаем на все осмотры места происшествия. У каждого эксперта есть свой индивидуальный чемодан. В принципе они все унифицированы, во всех присутствуют одни и те же приборы, средства для изъятия вещественных доказательств. Практически ежедневно им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления. В своей работе они используют современные научно-технические знания. У нас есть специализированные аппаратные обеспечения, программные обеспечения, комплексы для планирования информации. Для исследования мобильных устройств у нас есть специализированный программно-аппаратный комплекс УФЭД, специализированные стенды для исследования, извлечения информации, анализа и создания отчетов и заключения эксперта. Процедуры, благодаря которой, как мы знаем по фильмам, раскрываются практически любые преступления, на самом деле не так уж проста. Это кропотливый труд. К тому же высока доля ответственности на ошибку не имеет права никто из экспертов. Одна ошибка может сломать человеческую судьбу. Но данные, полученные в лаборатории, настолько ценны, что их используют в государственных масштабах. В нашей лаборатории осуществляется реализация 242-го федерального закона о государственной геномной регистрации в Российской Федерации, да? О чем он у нас говорит. Проще можно выразить так, что гены всех самых опасных преступников у нас будут взяты на контроль. Без экспертов криминалистов не обходятся и в сфере экономических преступлений. Часто главной уликой против взяточников являются аудиозаписи некоторых разговоров. Это оперативные записи, которые нам предоставляет оперативная служба. Это всегда записи телефонных переговоров, либо это записи, полученные оперативным путем, записанные на диктофон. А в чем сложность идентификации? Голос немножко трансформируется, да, на таких? Да, все зависит от канала связи. При этом коварные преступники почти всегда используют кодовые и шифровые слова. И эксперты фоноскопического направления в буквальном смысле разгадывают шарады и ребусы. Допустим, при обсуждении передачи наркотических средств часто преступники не используют открыто наименование наркотиков. Используют узкую специальную лексику, используются жаргоны, используются арго. И задача лингвистической экспертизы установить, говорили ли они о наркотиках или просто они продавали какие-либо билеты. Основные задачи эксперта-криминалиста – собрать и исследовать улики с места преступления. Следы крови, обуви, отпечатки пальцев, предметы, которые могут оказаться важными вещественными доказательствами. Осмотреть повреждения на телах пострадавших и погибших. Доскональное исследование улик проводится уже в лаборатории. Существует множество видов экспертиз, которые помогают воссоздать картину преступления, идентифицировать орудия преступления, опознать преступника и его жертву.